всем привет дадим немножко время чтобы люди пересели там из-за колонны день не очень хорошо видно я пока начну с не главной части меня зовут ремезов иван я работаю в компании параллелс я разработчик и архитектор наших облачных компонентов чем мы занимаемся ну возможно знать возможно не знаете основной наш продукт это параллелс десктоп который позволяет запускать на маке windows и другие операционные системы и работа с ними как бы нативно и у нас есть чуть менее популярный продукт называется параллелсаксесс вы можете подключаться к своему удаленному хосту с планшета и пользоваться приложениями как бы нативно достаточно они будут выглядеть для всего этого нужна облачная инфраструктура которая преимущество у нас написано на питоне есть куски на си куски на плюсах там разные мы говорим мы здесь встретились по поводу питона поэтому мы будем говорить про часть на питоне маленький слайдик для привлечения внимание в принципе можно не привнося никаких лишних зависимостей воспользуюсь стандартным обычным питоном ускорится в принципе до 30 раз всем интересно приходим дальше знакомимся да я себе немножко рассказал мне интересно кто здесь собрался кто пишет на питоне отлично все пишут на питоне кто пишет преимущественно на питоне 2 а на третьем о как много он уже приобретает популярность кто помимо питон использует пайпай или или джетон там iron python дочь есть такие люди здорово значит меня опыт в основном касается си пайтона и пайпай и мы будем разговаривать про питон 2 почему эти реализации я взял во-первых у меня с ними опыт во-вторых си пайтон это дефолтовый питон который стоит ставится на unix и всякие пайпай отличается тем что него есть джит и вот интересно сравнить что такое стандартный си пайтон и что такое джит и вообще что он дает и чего натимает пишем приложение у всех приложений когда-то бывают какие-то проблемы вообще проблем бывает много они бывают разные на слайде перечислены варианты до этих всех проблем в принципе все они обычно обусловлены не тем что код на питоне медленные а какими-то другими факторами то есть мы выбрали не ту архитектуру мы не продумали работа с базой база перегружена мы не придумали киши и так далее короче говоря решается все обычно просто но иногда есть задачи где медленный код и действительно становится критической точкой до ваших приложениях в принципе я разбил 4 4 пункта но в принципе это все одно и то же да это обработка неких потоковых данных когда мы не можем никак не распараллелить ним не отряда разделить не по разнести по машинам то есть каждое следующее значение например зависит от предыдущего дает автор регрессии какие-то диз реализация данных это когда вы имеете поток чего-то бинарного и пытаетесь его как-то распарсить да то есть вы идете 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 и не можете выбрать произвольный кусок бинарного файла и начать парсии там да то есть разделить не получится в таких ситуациях во первых нам нужно найти критические участки кода которые работают не оптимальные по каким-то причинам медленно да ну мы не знаем медленно работает или нет но скорость нас его не устраивает как мы будем разбираться во первых нужно профилировать код профилирование бывает трех типов это ручной профайлинг то есть ручной замер времени там вы замеряете время входа в какой-то блок кода после выхода из блока вы читаете и смотрите сколько функций выполнялось статический профайлинг сэмплинг это приложение у вас крутится вы периодически смотрите в каком состоянии находится какая функция сейчас выполняется собирается статистика из плюсов то что код влияние профайлера на код минимальный он вообще-то не замедляется но польза от этого всего дела как-то так не очень то есть непонятно как мы пришли функцию мы только знаем что она самая медленная то есть она исполняется дольше всего и событий не профайлинг максимальное количество информации о том что происходит из какой функции в какой мы приходим на сколько времени занимает но мы максимально вмешиваемся выполнение кода и сами его замедляем соответственно сочетать все эти методы и друг с другом нельзя то есть мы если мы забираем время находения функций то мы замеряем его если мы смотрим как как выполнение кода путешествует внутри наших приложений мы берем другое если мы в основном имеем дело с приложениями можно альтернативный вариант настроить логи и смотреть сколько времени в какой хендлер занимает и в принципе тоже уже понять где у нас медленные какой хендер у нас медленный и куда вообще смотреть то есть можно собрать логи а потом открыть код и изучать его сделать тесты как-то как-то пайкл граф и дис вообще выбор профайлеров и инструментов огромен кто пишет на джанге на джанге даже есть картинками с веб-мордами и так далее почему я выбрал эти ну во первых я не пользовался изначально их нашел когда начал заниматься профайлингом значит преимущество профайл с и профайл в том что он входит стандартную библиотеку пайкл граф рисует красивой картинки один дис типа диза сэмлер он иногда помогает понять в сложных случаях а что же там все-таки внутри будет выполняться ну вообще он не очень полезен в профайлинге но бывает полезно и того что мы имеем их допустим нас есть веб-сервер живой мы хотим его профилировать мы не хотим его своим профайлингом убить но хотим собрать более-менее репрезентативную выборку того что там происходит достаточно спорный метод данным как вариант можно сделать так можно отделить кусочек обстрима на свой модифицированный хендер на котором запущен профайлер покрутить покрутить это и с этого собрать какую-то статистику и а дальше смотреть на тоже пайкл граф можно натравить покрутиться вас день вы есть остановите посмотрите что там происходит ну либо опять-таки одностроем логии смотрим где там что медленно при выяснили допустим какой хендлер у нас медленный теперь мы должны построить для него тесты поскольку мы должны итеративно улучшать его при этом во первых ничего не сломав а во вторых получать данные которые вообще имеет смысл а то есть мы тоже что замерять что реальный соответственно во первых мы должны проводить серию испытаний нельзя запустить что-то один раз и сказать о типа там функция выполняется 0,003 секунды и это быстро а второй раз 0,005 это медленно так не бывает нужно запустить серию испытаний и посмотреть среднее выполнение дальше мы должны максимально снизить влияние наведенных эффектов то есть все что не участвует в непосредственно вычислении мы должны исключить возможно нет смысла исключить сборщик мусора если вы не хотите учитывать его влияние конечно стоит исключить его блокировки замок и заставить и так далее и естественно на это дело не натравливать профилировщик то есть если мы занимаемся таймингом да то никакого профайлинга мы не делаем в смысле который активно вмешивается в исполнении программы всегда надо помнить о погрешности измерений сейчас серия тестов прошла за одно время там через полчаса она пройдет за другое время ну мы живем в реальном мире операционная система тоже чем-то занимается поэтому всегда будет как эта погрешность и нужно понимать что если вы имеете погрешность 5 процентов то оптимизация кода на три процента собственно ни о чем не говорит то есть возможно вы вообще ничего не оптимизировали только ухудшили на два процента правильно дальше я уже говорил что в пайпай есть джит джит налагает некоторые ограничения и требования всегда надо помнить что для того чтобы произошла джит компиляция нужно код сначала погонять прогреть в документации по этой написана рекомендация гонять его не менее 0 0,2 секунд это документации дальше нужно помнить что джит оптимизирует код поэтому если вас код ничего не делают ну то есть гоняет какую-то функцию результат никуда не идет тонн его может и выпилить то есть вы думаете что просто что-то замеряет на самом деле они вообще ничего не говорят дальше что у нас да ну и соответственно когда вы сравниваете два пробега то есть на которой разогревочные целевые результаты даже различаться не сильно это значит что концу большую часть разогревочного круга собственно код уже был оптимизированный на целевом вы получаете как бы более точный результат без учета того момента когда он еще не был оптимизирован джитом и соответственно помним что после джит оптимизации код должен ускориться ну по идее чем чем оригинальный соответственно если вы после джит оптимизации видите что код работает медленнее значит где то есть какая-то проблема всегда что-то когда вы что-то оптимизирует рефакторите или переделываете вы должны помнить некоторые вещи во первых у вас всегда должны быть регрессионные тесты то есть когда вы что-то улучшаете главная задача не сломать это правильно поэтому первое что вы по-хорошему должны написать если у вас еще не написано это тесты собственно на логику следующем очень важно помнить что не нужно делать никаких гипотез и предположений то есть вы смотрите на код и говорить она вот эта строчка у меня будет самый медленная может быть да может быть нет но скорее всего нет постоянно нужно давать отчет что вы действительно оптимизируете код и имеете проблему и затык именно в коде а них не в его то есть внимательно посмотрите что за функцию вы оптимизируете и вообще что она там внутри себя делает возможно это обращение на удаленный сервер и именно поэтому все медленно дальше шаги оптимизации то есть сначала всегда стоит улучшать алгоритм следующем здесь в принципе написано я зачитаю да то есть снижать сложность упрощать логику уменьшать количество витвлений увеличивать избирательность ветвлений логики уменьшать размеры циклов ну в принципе то все это выражать одним словом упрощать всегда нужно помнить что поскольку цикла занимает большую часть собственно жизнедеятельности вашего вашей функции да если ну скорее всего на циклах потому что мы говорим об обработке каких-то потоковых данных да это проблема скорее всего в каком-то либо большом очень цикле либо очень маленьком цикле на который занимает большую часть выполнения функции методы там куска не стоит включать в тело цикла компиляции регуляра данных регулярки нужно заранее закомпилить и не стоит по сто раз читать конфигурацию вычислять какие-то константы то есть все что не меняется в цикле менять не надо мы это помним и иногда забываем еще есть две такие штуки как евал и экзек функции валы и оператор экзека это плохо это всегда плохо я дальше покажу почему то есть если вы вдруг в коде встретили его принципе можно даже исключая второй пункт можно сразу понять где проблема проблема будет либо в его ли либо в экзеке если он там есть не самое важное стоит в конце но самое важное когда вы достигли цели то есть у вас была цель ускориться два раза надо остановиться в общем не надо дальше там пытаться в 3 в 4 там можно в 30 раз ускориться но может быть не стоит разберем все поэтом и пайпай подробнее то есть и поэтому это интерпретатор это самое важное в нем и ключевое вообще то есть вот надо помнить вот этот момент принципе из всего доклада можно забыть все кроме вот 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 этого и предыдущего слайда сейчас и поэтому честно интерпретирует каждую строчку вашего кода вот что написано вот он и делает поэтому смотря на код вы во-первых понимаете что как будто исполняться и во вторых будет исполниться ровно то что написали если вы написали 10 строчек вида x равна x то они 10 раз в общем-то и выполнится дальше в степает они есть одна очень большая и болезненная штука лукапы в нем очень дорогие то есть речь идет о лукапов локальный глобальный переменной понятно до замыкание понятно атрибуты и методы то есть если у вас почему это вообще так происходит да вы у вас есть какой-то instance вы говорите я хочу вот такой-то метод вызвать а питон сипа это он не знает что это такое он будет честно исполнять каждую строчку вашего кода во первых он сначала попытается найти это поле в инстанции потому что кинстаса можно давалять поля он не найдет он пойдет посмотрит какого класса ты не переопределён там у него нет ну атрибут гетеры да всякие вот эти дальше он пойдет не поискать это поле возможно вот тоже не найдет тоже пойдет в родительский класс может быть там найдет может быть не найдет и вот эта вся штука очень-очень занимает много времени вообще на самом деле большая часть времени сипа этом занимается лукапами запоминание переменных опять-таки дорого чуть чуть дешевле чем лукапы создание объектов собственно аналогично да и изменение размеров объектов памяти тоже занимает некоторую позицию в этом списке это тоже дороговато и краткий вывод примерно такой не лукапте лишний раз и ничего не создавайте не запоминайте если она вам реально не нужно пайпай как я уже сказал пайпай есть джид откуда следствие да во первых что пайпай будет исполнять совсем не тот код который написан вы написали одно он будет после прогрева будет исполнять совершенно другое и он пытается исполнить то что вы имели ввиду не то что написали то есть тут можно чуть-чуть себя вольгот не чувствовать но не забывайте опять-таки про 0 2 секунды то есть если вы делаете какой-то консольный скриптик который был там 1 раз и готова до использовать смысла нет опять-таки поскольку исполняется совсем другой код то такие штуки как лукас глобал стам и так далее они будут замедлять пайпай потому что он работает в джид скопе а у вас как бы вы по трейсу ходите то есть ему нужно держать ему нужно то есть он выполняет один код а лукапит по как бы лукапит по другому до который вы написали опять-таки его и экзек не используйте их причем не экзек не используйте вдвойне и еще один момент которым написано в документации по пайпай это некоторая проблема связанные с модулями написанными на сию часть из них оптимизированная часть из них работать не оптимально не оптимально поэтому можно здесь уже сразу некоторые резюме по пайпай он в принципе может быть сильно быстрее питона ну все пайты надо которого стандартного его на самом деле будет обычно быстрее него кроме некоторых ситуаций ситуации связано либо с работой с модулями написанными носи либо с экзеком значит примеры для всего доклада я вообще долго искал пример какой-нибудь интересный и нашел самый неинтересный самый простой пример мы будем работать с физбазом все кто не знаешь только физбаз о как интересно значит есть такой проект называется раз это код там опубликовываются разные интересные задачки и вот одна из них вот это вот будет мнение что она используется на собеседование в гугле вот у нас она тоже используется значит я немножко переформулировала чтобы она стала интереснее и более проблемной значит у нас есть список винтов начиная с единицы до чего угодно может быть и порядочный может быть непорядочный нам нужно писать следующую функцию она должна выводить строчку при этом заменяя все числа которые делятся на 3 словом физ все которые делятся на 5 словом бас а те которые делятся и на то и на то физбаз остальные она должна водить как есть это для тех кто как бы не в курсе что это такая задача можете посмотреть на раз это код там очень много всяких интересных задач и других есть когда скучно и нечем заняться можно что-нибудь программировать самое простое решение по физбазу какое оно соответственно это известная задача мы просто просто тупо гугли правильно мы на гуглили вот такое решение но это не совсем то что что сформулирована задача поэтому чуть-чуть перепишем да и сделаем так то есть мы сформулируем выходной массив вы и просто в него допихиваем все значения которые нужно заменить которые не нужно заменять нам мы преобразовываем срочку и потом джонни простое я уже говорил что первое что нам нужно сделать нам нужны тесты мы пишем тесты мы знаем как выглядит оригинал для сотни да и пишем какую-то функцию которая занимается что проверкой что то что мы отрендер или реально соответствует тому чем и чего мы ожидали как то так никому конечно не видно но как то так вот можно написать функцию которая замеряет время выполнения кода там какие-то импорты да дальше мы что делаем есть вспомогательная функция time тест да мы выключаем garbage коллектор собираем garbage формируем некоторый входной массив из самых разнообразных то есть списков на там сортированный не сортированный пачку делаем дальше делаем time clock clock да то есть вот именно эта функция рекомендуется для тайминга питоне скриптов всякий случай скажу да и на выходе мы включаем garbage коллектор и собственно говоря формируем строчку чтобы понять сколько это все время заняло и помните да важный момент что нам нужно поскольку мы будем пайпай тоже то есть и так мы куда-то эту строчку должны запихнуть ну я взял и вывел в консоль много места она не занимала зато я был уверен что она точно куда-то уйдет и второй момент который я уже говорил мы должны сначала сделать разогревочный круг а потом круг реальных испытаний какие инструменты мы будем использовать собственно говоря вот эта функция которая проверяет правильность нашего метода да за функция который будет замерять время исполнения модуль дис мы будем использовать я покажу потом зачем это интересно будем использовать модуль профайл и пайкл граф ну здесь пример как это все вызывается немножко съехала но я думаю что примерно понятно идем дальше натравили дис на ту функцию которую мы написали и получили простыню в принципе из этой простыни можно сделать первый вывод мы что-то делаем очень всего много вот здесь правее я увеличивал чуть-чуть маленькое начало да то есть там где-то треть да и видим что тут мы как-то тоже странно все делаем и например видно значит запоминаем переменную потом и зачем-то загружаем как-то странно зачем мы запомнились мы сразу загружаем можно было бы сразу и воспользоваться ну основное что мы отсюда выносим что наша функция которая молотит много данных и обрабатывает под поток массива вот этого она что-то очень длинная дальше мы не за по файлере вот так выглядит стандартный вывод профайлера который испытание библиотеки он не очень наглядный есть варианты которые лучше него и более наглядный но его преимущество основном в том что он уже есть не нужно что ставить никуда ходить нашли проблему написали быстренько тест быстренько запустили посмотрели а вот она вся функция выполняется примерно 0 388 секунд и все это время в основном она проводит где-то там вот в пенте собственно есть еще такая штука string 2.1 модуль это когда вы ее встретите не пугайтесь это в общем артефакт этого модуля он просто так работает и вот эта штука попадает вывод как выглядит пайку граф да она рисует граф вызовов ну в данном случае он очень простой и только от нее тут тоже никакого не туда мы и так знаем что мы находимся в мене и мы так уже знаем сколько времени занимает вызов нашел из база чтобы посмотреть зло которое причиняет нам его мы сделаем вот еще вот такой вот вариант зло от экзека мы сделаем вот так вот и самое интересное на самом деле на продакшене и вообще в жизни разработчика весь код выглядит не так как он нарисовал до этого да он выглядит как вот так то есть у нас есть много 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 всяких элементов и попробовал я про как бы немножко пофантазировать как бы вот этот вариант можно было бы решить с помощью п это быстренько пролистаем значит мы делаем какие-то как это работает на есть у нас процессор который обработают весь массив есть процессор который обрабатывает каждый этом и для него указаны и replacer которые заменяют конкретные там случае конкретных совпадений и заменяет входные данные на что-то другое и понеслась значит абстрактный replacer абстрактный процессор абстрактный процессор другой короче говоря exception мы сделаем да без replacer бы сайтом процессор бы сыры и процессор понеслась до его вот уже более конкретной реализации а это мы уже приближаемся к финалу это это у нас это уже это не базовая тоже конкретно для физ база да и чё-то тут вам не хватает еще одну слайда собственно поскольку весь код у нас всегда в нашей жизни выглядит примерно так ну вы замерять мы начнем с него собственно говоря да вот воспользовавшись нашей функции получили некоторые результаты большой маленький мы пока не знаем мы не считаем что это единичка да то есть мы как бы от него будем отталкиваться чуть-чуть подробнее про таблицу да то есть мы замеряем насыпает они на пайпай и сравниваем имплементацию си пайта на имплементацию результат выполнения насыпает они по сравнению с вот вот этим нашему обычным насыпает они и пайпай опять-таки с ним сравнивать запускаем на пайпай опачки 33 раз быстрее ну в принципе я как бы доказал уже все я могу уходить но на самом деле речь у нас речь у нас совершенно не про пайпай да речь у нас просипает он насыпает они я сделаю тоже самое чуть попозже значит переходим к варианту который у нас был первый то есть самый простой примитивный смотрим что у нас из этого получится оптики пайпай работает вообще то есть еще еще в три раз быстрее стал да сипает он почти в 20 вопрос почему да опять вспоминаем о том что я говорю про лукопы что они дорогие код основном занимается лукопами но как мы можем посмотреть можем отмотать можем не отматывать там было очень 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 много кода очень много разных методов пропертий и прочего прочего и в общем то первый шаг оптимизации взять да все это упростить как я говорил да и мы уже принципе получим в 20 раз более быстрый код но если настоял изначально задача что мы вот там на 10 процентов на ускорить в принципе . можно опять-таки заканчивать и уходить про злые две функции функции метод и проевал и экзек запускаем его ли чего мы видим все по это не его всем раз ухудшает а нет но он как бы улучшает но мы сравниваем простой с вариацией вообще сравнить не нужно мы считаем что мы уже все от него избавились но не нужно его упростили у нас есть процедурка значит видим что там было 20 раз дал быстрее об а тут всего всем три раз где-то мы убили наш код ну принципе можно там так и сравнить 1 1 2 секунды против 34 в три раза хуже в пайпай дела обстоят ужасно собственно был физбаз simple бегал за 0 23 секунды буквально вот 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 он разогрелся там до джип его и он в опачки готов теперь у нас 6 секунд бегает мы что-то его вообще убили полностью до видим в 30 раз сделали хуже а теперь с экзеком а с экзеком еще интересней все по это не результат принципе не извинился пайпай у меня умер то есть я ждал и вот полтора часа и не дождался не надо использовать не вам не джек чем джек вдвойне не надо использовать значит что здесь еще интересно даем теперь у нас есть некто оптимизированная версия но как бы интрига ну здесь можно было вписать сразу 30 до поскольку я пообещал но интрига есть значит мы возьмем и натравим наш пайку граф на опешную версию получим большую картинку из которой ничего не видно я немножко увеличил и здесь тоже ничего не видно можно различить следующее очень много компонентов очень много вызовов очень много лукапов перехода в состоянии и в принципе лучше все таки тот вариант который простой там картинка на экран намещался здесь нет как вообще пайку графом пользоваться раз уж я его привожу он на самом деле очень классный во первых он подписывает сколько раз вызывался каждый метод он подписывает сколько времени он выполнялся сколько было переходов группирует все в блоке видим на то что там все методы относящиеся к почему там из баса этом процессор сформировались в один блочок это удобно и также он раскрашивает по времени выполнения то здесь сразу видно что самые тормозные функции нас а вот раз вот два и вот три а вон там еще синенькие есть тоже не какие-то не очень быстрый вот но в принципе эта картинка ничем не поможет потому что можно сказать что мы использовать не будем и мы все упростить мы уже упростили 20 раз ускорить прежде чем я буду показывать дальше варианты я хочу сказать о самом большом грехе и зле оптимизации как таковой преждевременной оптимизации у нас есть условия задачи написано еще 2 считать не буду написано цифры 3 есть и цифра 5 вопрос откуда взялось на птиху откуда взялось 15 но вот откуда взялась не было не трех было 35 откуда 15 да и на 3 на 5 одновременно ну то есть кто-то подумал и и решил сделал гипотезу которую не нужно было делать о том что если он эти числа перемножит он как бы попроще все напишет ничего не почувствует попроще если записать вот так по-человечески как должно было быть записано то мы бы сразу увидели что у нас тут как-то что-то неправильно то есть у нас есть там 3 то фигурирует 5 и там и там фигурирует и мы бы вот так вот переписали бы да и все то есть сделали бы вложенный вложенный выглядит сложнее работает лучше во-первых у нас сравнение теперь 1 2 и внутри 1 ну как бы 1 в общем то есть каждый каждый элемент из массива проходит всего два сравнения а в предыдущем варианте если мы получим циферку один то мы будем сравнивать вон там он там вот мы и рад сейчас мы ее на счету здесь один раз сравнили второй раз сравнили третий раз сравнили вот только потом добрались собственно говоря для физбаза это не критично вообще не критично никак потому что операции сравнения в питоне не очень дорогие относительно лукапов поэтому уже выучили а да и смотрим сколько же все таки мы выиграли на количество сравнений вот этих вот доме мы опять-таки знаем что закономерность некоторой 15 езда как там наибольший общий делитель или что-то там даже мы знаем что период 15 прогоним все значения смотрим сколько мы делали до сравнения сколько мы делали после по времени там разницы практически никакой нету как бы на деле по количеству сравнений по примерно в сколько там 30 процентов разница да то есть если бы эта операция была бы у вас дорогая правильно поправить логаритм вы бы улучшились очень хорошо улучшились в чем значит что будет смотрите мы сначала сравниваем сначала сравниваем на 15 потом на 3 потом на 5 а вот образ поскольку мы уже выяснили что сравнение играет какую-то роль и можно сравнить меньше раз что будет если мы будем сравнивать сначала на 15 потом на 5 а потом на 3 они в этом порядке смотрим 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 что получаем для плохого варианта мы сделали только хуже а для улучшенного варианта мы ничего не изменилось то есть мы изначально имели оптимальный перебор что собственно понять легко поскольку период у нас 15 а числа числа всего два то есть мы каждое число сравним всего два раза меньше меньше 30 по идее быть не не может потому что с еще дефолтовый вариант есть так а теперь собственно оптимизируем все пайты значит напоминаю интригу смотрим мы уже из нашего профайлера вынесли одну интересную штуку да то что рэй пент занимает большую часть времени что мы сделали мы вот так вот сделали мы знаем что лука по дорогие мы не запомнили этот метод ну казалось бы очень просто до на 30 процентов ускорить то есть еще раз то есть мы вот здесь вот пен был вызов метода у массива у списка просто мы просто запомнили этот метод и просто его применяем и уже на 30 процентов лучше дальше опять все съехало к сожалению значит мы помним что у нас есть период да то есть мы когда сравнили физ прямо на них столбик прям физ каждый третий бас каждый пятый и так далее так далее так далее аж всего шириной 15 15 элементов хорошо вопрос а зачем нам каждый раз вычислять делится ли число на 3 и на 5 мы же можем проверить можем взять остаток отделений на 15 узнать нам нужно вообще его заменять или не нужно логично хорошо мы значит это я слайд вернул да просто значит что мы делаем мы заводим некий хелпер до который нам поможет все это просто вычислить это будет у нас генератор который елдит соответственно по улучшенному алгоритму да мы видим что мы сравним на 3 на 5 да и так далее ну вот эта штука выполняется один раз мы делаем список образцов 15 штук где у нас либо строка на которую нужно заменить элемент либо false то есть менять не надо дальше делаем что мы делаем а здесь у нас все очень уже просто то есть мы берем выходной массив сразу объявляем вот таким вот образом то есть мы делим элемент на 15 если его то есть если вернулась строка то соответственно это true трактуется до ор у нас ленивый мы тоже помним то мы сразу возвращаем строчку если у нас false то ор который ленивый вернет элемент массива преобразованную строчку а потом все это джоним понятно нет кому непонятно если мы мы воспользовались особенностью операторов в питон что мы делаем значит вот этот оператор он ленивый если вот это выражение можно преобразовать к true то мы знаем что все вот это выражение будет true соответственно выполнять вот это не нужно результат вот этого выражения будет то что вернется вот здесь а если вот здесь возвращается то что превращается к фоллс то будет выполнен вот это я надеюсь что я чуть-чуть объяснил а вот такой вопрос да нет список по-прежнему подается снаружи вот список вы просто нему итерируемся и строим строим результирующий список сразу то есть мы не припендом вообще не пользуемся в сэмплах это она заполнена то есть это список точнее карты 6 15 элементов в котором написано либо фоллс либо либо строка на который нужно заменить если нужно заменить то есть того кого не нужно заменять будет фоллс получили ускорение на 35 процентов в дополнение к тому что мы уже ускорили в принципе мы если перемножить посложить да то принципе опять таки можно уже заканчивать и уходить есть еще такой момент лукапа дорогие мы хотим запомнить все что можно запомнить в функции сразу вот так вот прям взяли и запомнили то есть мы не хотим создавать либо искать в памяти строчку под названием запятая не хотим искать ее метод join а просто сразу запомнили как дефолтовый кварк до его и будем пользоваться образцы собственно говоря мы тоже не хотим искать в замыкании мы его или где где они у нас там объявлены мы их вот сюда вот себе прикопали ну и старым мы тоже тоже взяли потому что мы почитали документацию пайпай там написано что по возможности вообще все вообще кешируйте себе в локальной области видимости и так вот это все выглядит совершенно мы возможно совершенно не читаем и но тем не менее она работает быстро хотя но работает чуть чуть быстрее очень чуть медленнее чем предыдущий вариант есть один нюанс как бы к нему попозже вернуть и того мы заполняем табличку и я никого не ману мы ускорились 30 хотя немножко схитрил с юлил когда мы пользуемся у п мы если помните придумали себе эксепшены и проверяли входные и выходные аргументы которые у нас попадали в наши процессоры до типа наса ответствуют типа не соответствует типу почему для совместимости с другими компонентами если вы на то есть если вы хотите за ревизить какой-то процессор да на вход ему даете какой-то что-то совершенно не то что он ожидает он должен зарезать какую-то ошибку мы должны понять что вы сделали что-то не то когда мы все это схлопнули и упростили нам эти эксепшены не нужны потому что если она не работает она вообще не работает и как бы это уже не компонент не юз был да он просто вот он как есть мы его бросили зато работает быстро в 33 раз быстрее интересный результат который пайпай показал ну принципе ровно тут было сто один тут сто один то есть на пайпай оптимизации все эти никак не влияет отсюда какой вывод вывод что мы сами руками все по это не сделали примерно те же самые оптимизации которые делают пайпай автоматически да нет нет я вывод немножко другой это про другие циферки это про циферки вот эту и вот эту партнете да то есть мы руками сделали оптимизацию который сделал бы за нас пайпай и ускорились в те же 33 раза который дал нам пайпай зато зато мы получили функцию которая оптимизирована для работы сишными любыми и она предсказуема и вам не нужно поддерживать сразу два разных питона на своем окружении да у вас только один питон и вы собственно гоните просто потратили целый день а может быть два оптимизировали одну функцию и она теперь работают быстрее к вам пришли ваши благодарны менеджеры сказали ура у нас теперь клиенты работают быстрее может они пришли сказать что ты два дня делал да так с другой стороны мы еще видим вот эти циферки про которые сначала сказал здесь 101 и здесь 101 это что значит это значит что наши оптимизации которые мы делали на пайпай влияние никого не оказали мы сделали за него ровно ту же самую работу и вот он результат он в принципе с этим же точно так же работает она ни на что не сказывается из этого пожалуй наверное такие все картинки так я обещал вернуться к прикапыванию аргументов кварги значит что там интересное получилось мы получили замедление почему она происходит берем наш диза сэмблер модуль дис и натравлю на него его натравлю на вот эту вот нашу функцию собственно это весь вывод из асэмблера который был если мы вспомним простыню которым имели до этого то мы поняли что ух ты мы как бы круто оптимизировали у нас даже делал сэмблера ничего на экран влезло проблема у нас следующем вот эти штуки которые мы запомнили дефолтовые они прикапываются в кожу то есть мы каждый раз запуская функцию достаем из дефолтовых вот этих вот дефолтового списка непосредственно вот эти наши быстрые функции то есть которые не нужно искать мы все равно ищем в локальном стеки да это первый момент и никакой вопрос а можно сделать как нибудь так чтобы не загружать их а чтобы они там уже прям вот мы точно были это первый момент а второй момент вы помните сколько мы всяких дополнительных там сущности внесли там helper там был сэмплс был там что-то еще было ну то есть как бы грязновато в общем что-то много лишнего можно ли вот решить вообще все эти проблемы разом есть такая штука замечательная к рутины даса процесса кто с ними знаком а кто их реально использует а кто их использует питон 2 круто есть люди значит что мы делаем мы пишем вот такую штуку опять-таки наверно плохо видно пришлось конверте слайды значит что здесь происходит мы пишем к рутину которая будет у нее все точно так же мы прикопали сюда все эти быстрые ссылки чтобы не искать и не засорять пространство вокруг и не засорять собственно здесь мы сделали первоначальный пустой массив который будем обрабатывать и вот такой вот странную 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 конструкцию сил дом посередине и обернули ты вайл труда зачем ватру если мы один массив будем партий а причем здесь вообще как бы а где массив еще один вопрос и вот такие вот странные сущности типа как бы ну вот это временно такая переменная да то есть мы сначала вызвали вот это вот физбаска рутину потом сказали и next как бы а какой next если это вроде как функции да потом как бы вообще взяли ее забыли и запомнили метод центр чем вообще здесь на делали попытаемся я попытаюсь объяснить хотя хочу вам сказать что ближе к вечеру будет доклад одного из коллег который будет много рассказывать про крутины поэтому если вам сейчас будет интересно я сейчас не все расскажу вот я вас интересую вы наверное останетесь на его доклад и так визуально делим пополам пополам она опять промахнулась потому что слайд конвертился значит пополам идет по елду что происходит сначала мы создаем к рутину вот это да то есть мы просто создали этот процесс ничего не произошло еще просто создали питон кат который исполняет каждую строчку вашего кода в данный момент остановился где-то вот в этом месте дальше мы говорим next то есть дай нам следующее значение которое должно выдаться да мы знаем что yield когда yield что-то мы уже видели да она возвращает эти значения то есть вот этот next фактически значит дай мне вот это вот значение он нам его дает но поскольку массив был пустой он как бы ничего не дал а дальше запомнили сент сент это специальная штука которая позволяет отправлять значения вот в такие вот генератороподобные объекты то есть вот все что мы от вот вызовем сент с аргументами какими-то она придет сюда возможно для кого-то до сих пор непонятно возможно я не очень хорошо объясняю но штука очень интересная приходите послушать к коллегу да и я очень рекомендую почитать дэвида бизли прям можете записать прямо сейчас у у него очень много про это написано очень хороший автор все понятно будет это я вкратце рассказал да значит объявляем к рутину записываем какое-то такое выражение подразумевается что в конце рейтурн он да как как бы всех питонных функциях значит создаем и что-то туда сентим значит как это все работает значит то что это к рутина мы видим по словам def и yield до ключевые мы создаем конструктор генератора вызов создает непосредственно генератор next выполняет все до первого елда да отдает y нам и send x до выполнять продолжит выполнение с того момента когда мы остановились и запомнит перемены которые мы выдали в x а вот если мы вернемся сюда то while true у нас он продолжит выполнение запомнил что такое r и вернул вот это значение то есть мы вычислили и вернули и опять остановились на этом месте готовы еще следующий массив брать мы дали следующий и еще раз да и вот все и вот while true до тех пор пока там не случится какой-то exception либо мы просто просто не просто не как бы не закончим исполнение нашего скрипта так можно это все то есть плюс какой то есть вот есть такая штука можем объявить декоратор засунуть это все декоратор и все наши хелперы и прочий мусор убрать сюда и в конце у нас вот while true все вот это исполнится в момент когда мы говорим next дойдет до сих вернет нам ничего на пустую строчку и и продолжить молотиться очень удобная штука позволяет скрыть вообще все детали до получить финальную реализацию от него от наследоваться не получится зато будет работать быстро но к сожалению я не очень успеваю да у нас осталось 30 секунд 30 секунд значит быстренько промотаем до конца мы можем воспользоваться киширующими функциями если у вас результаты повторяются для числа дробилок мы можем использовать сетон нампи виф и прочее подойдите ко мне потом я расскажу и простой рецепт я сейчас отмотаю на него обратно ссылки и литература можете сфотографировать этот слайдик потому что я не уверен что я не уверен что я успею куда-то это выложить вот как со мной связаться моя рабочая почта ну поставьте там какой-то хэштег чтобы я смог отличить письма по работе вот письма не по работе вот и twitter но я про титры не пользуйтесь хотя мы не пользуюсь хотя можете у него написать я там я чтец они писатель в общем да если у нас если так нам повезло что у нас немножко осталось время невозможно вы успете задать вопросы если у нас не повезло время не осталось да то мы можем последовать совету организаторов и прийти к главной основной части у тех кувара и общаться аплодисменты так лайчхо а